К сожалению, деиндустриализация коснулась всех российских отраслей промышленности без исключения. Может быть, каким-то исключением может стать сырьевая отрасль, нефтянка и газовая промышленность. Но, опять же, это ситуации не спасает, потому что для обслуживания трубы и для обслуживания газопроводов не нужно большое количество специалистов и большое количество персонала. В принципе, здесь все ограничивается достаточно узкими группами, узкими категориями специалистов. У нас представление о зарплатах молодых специалистов достаточно преувеличенное, потому что на самом деле на московских предприятиях, вот я знаю очень неплохой завод, который держится на ногах до сих пор и так далее, вот молодому специалисту предложили 30 тысяч, и он очень рад, потому что по московским меркам это считается, значит, зарплата молодого специалиста адекватная. Ну, я уж не буду говорить про заводы «Ижмаш», которые в прошлом летом пикетировали дом правительства, потому что там минимальная зарплата 4 тысячи рублей, и очень много ее кто получает. И люди приехали пикетировать правительство с требованиями повысить зарплату до 10 тысяч рублей. Это выглядит не просто как анекдоты, как издевательство над людьми, при том, что эти люди не устраивают забастовок, не выходят бить администрацию, ничего не громят, никаких погромов не устраивает. Они просто приехали с плакатиками и просят понять им зарплату с 4-5 тысяч до 7-8 тысяч. Это к реальной ситуации. Причем это завод, который не лежит на боку, это завод, который даже, скажем так, обеспечен заказами, потому что он производит оружие, которое востребовано во всем мире. Автоматы Калашникова и другие виды вооружения, они закупаются по всему миру. Другое дело, что там директор Мираед, у него зарплата 1,5 миллиона рублей, у его заместителей зарплата от 700 тысяч до миллиона. Вот зам директора по кадрам получает зарплату 800 тысяч рублей, а рабочий получает 4 тысячи. Это что за распределение такое? Вот за это действительно нужно сажать и сажать на огромные срока просто. Не просто снимать директора с завода. Было совещание у Рогозина, об этом поговорили, покачали головами, сказали, ах, 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 как нехорошо. И на этом все закончилось. Директор по-прежнему на месте. Рабочий по-прежнему получает 4 тысячи рублей. Создали какую-то трехстороннюю комиссию с участием представителей работодателя и рабочего профсоюза. Но и все погрязли в обсуждениях. Вот с лета уже сколько времени прошло, а воссыны не там. Вот об этом нужно говорить. Спасибо.